Хочу сказать спасибо сотрудникам ФСБ сегодня. Здравствуйте, друзья! Здесь Демитков Юрий. Вы знаете, я без какого-то пиетета отношусь к сотрудникам силовых структур, абсолютно причем. Но сегодня я хочу действительно сказать им спасибо. Дело в том, что сегодняшнее утро у меня началось с того, что я наткнулся на сообщение, ну вот такое. ФСБ изъяло 48 килограмм героина и задержало банду наркоторговцев. Операция велась еще с прошлого года. В феврале правоохранительные органы задержали курьера с двумя килограммами героина, а потом еще одного участника с 13 килограммами наркотиков. На заключительном этапе ФСБ изъяло 33 килограмма запрещенных веществ. ФСБ пресекла деятельность трансграничной, этнической и преступной группировки, которая занималась поставками высококонцентрированного афганского героина. Об этом РБК сообщили в Центре общественных связей ФСБ. И ведомстве ответили, что всего в ходе операции изъяли 48 килограмм героина, из них 33 килограмма на заключительном этапе операции, когда были задержаны организатор группы и ее активные члены. До этого в феврале в Московской области был задержан наркокурьер, при нем нашли 2 килограмма героина, а затем еще одного человека задержали в Калужской области, и власти изъяли 13 килограмм героина. Почему меня затронула эта новость? Потому что, друзья мои, я каждый день хожу по лесу по утрам, и я занимаюсь этим в целях оздоровления, это спорт для меня. Но каждый день, последний год буквально, я вижу, что в лесу раскопано все, перерыто все. И это, друзья мои, не кабаны, это наркоманы раскапывают. То есть у меня в лесу, вот здесь прямо под домом, это просто стало бойкое место именно сбыта наркотиков. И, ну, естественно, мне это очень-очень не нравилось. Что делать я не знал, и последнее время, вот буквально где-то вот зимой, это тут вообще просто стало катастрофически. Просто все приобрело какой-то вселенский характер. И если раньше я не встречал этих людей, то буквально вот последние дни весной я и встречал их там по двое, по трое буквально за день. Я видел, как они раскапывают, я встречаю, так сказать, ну, которые явно закладчики, и я их вижу просто, они у меня буквально под окнами ставят машины. Я просто их могу отличить. То есть как бы те, кто закладывает, они обычно приезжают на крутых машинах, это Ауди, там бывает даже ТТ. Вот, а те, кто наркоман, ну, как правило, подростки на какой-то херне прочей. И вот буквально последняя неделя все это прекратилось. Друзья мои, все это прекратилось. То есть я вытаскивал вот эти вот, блин, ну, то есть я хочу, чтобы лес был чистым. Я вытаскивал эти всякие, так сказать, их изоленты, значит, это вот всякую хрень. Вот, а последнее время и шприцы. Сейчас этого нет. Неделя уже. Я надеюсь, что это именно вот деятельность, результат деятельности ФСБ. И за это хочу сказать спасибо, потому что, ну, у меня есть дети, я за них очень боюсь. А менять свои привычки, мне говорят, что ты ходишь, там опасно в лесу. Друзья мои, это мой лес. Я хожу туда, куда я хочу. И я буду ходить там, где мне нравится. И если это просто вот какое-то место, кто-то меня пытается оттуда изжить, то, ну, в общем, сказать, не надо этого делать. Я буду сопротивляться. Вот. С соседями мы разговаривали, когда вот встречались, да. Я говорю, слушай, что делать-то? Вот. Кто-то говорит, по башке давать, кто-то говорит, там, в полицию. Но, понимаете, наркоманов мне просто жалко на самом деле, потому что, ну, это несчастные люди, и им нужна помощь, а не в тюрьму их сажать. А вот тех, кто раскладывает наркотики, ну, этих мне не жалко, но, блин, они и сами могут по башке дать. Вот такое дело. Во-первых, а во-вторых, ну, я же не бог, я не могу судить людей, потому что, ну, вот у меня, например, есть знакомый человек, он занимается корешками всякими, и он может вполне там сидеть и ковыряться в земле, а я ему по башке. Ну, как это так? Ну, он просто занимается вот этим, он корешки вытаскивает, и из них вытачивает какие-то прикольные фигурки. Я сам люблю фотографировать всякие мох, цветочки, муравьев. И мне тоже нравится, и мне тоже не хочется, чтобы мне кто-то дал по башке, только потому, что я где-то ковыряюсь во мхе. Вот, но это не значит, что мне нравятся вот эти вот друзья. Поэтому этим должны заниматься специальные органы, я считаю, и если они занимаются, если я вижу результат, то я хочу сказать им еще раз спасибо за то, что они делают, и за то, что они очистили, наконец-то, вроде бы лес от этой нечисти. На сегодня все, спасибо за внимание, с вами был Демитков Юрий.